МОЛНИЯ Будет ли расширяться список и почему страны ЕС не учатся на своих ошибках, выяснили наши корреспонденты. Вы знаете, что действительно уже финансовые потери Евросоюза от тех первоначальных оценок в 8, 10, 15 миллиардов евро переходят рубеж 100 миллиардов евро. И, конечно, многие правительства стран Евросоюза начали понимать, что за этими последствиями экономическими пойдут и политические последствия для правительств этих стран. И, конечно, мы видим, уже нет такой однородной поддержки среди правительств и среди граждан стран Евросоюза в отношении санкций против России. Мы вообще считаем, что санкции эти абсолютно незаконные, они абсолютно не имеют никакой под собой адекватной основы. Мы понимаем, что основным потерпевшим здесь будет не только Россия, но и Европа, потому что США с Россией имеет совершенно минимальный товарооборот. И США очень выгодно продолжать дестабилизацию обстановки между Россией и Евросоюзом для того, чтобы укреплять свою экономику в первую очередь. На этом все. С вами была программа «Молния» и я, Инна Лученкова. Оставайтесь с нами.